Добрый день дорогие друзья! Сегодня я к вам с третьим отчетом по своему ангелу любви. На сегодняшний день осталось мне немного, это заполнить юбку, но юбка это самое сложное, что есть в этом ангеле. В общем-то вышивается не сложно, мне очень нравится, потрясающая работа, блестит просто неимоверно. Красивые цвета, сочетания, я получаю такое удовольствие от этой работы, что просто не могу передать словами. И покажу вам свою работу немножечко поближе. На раме у меня ангел не вмещается, мне пришлось немного его все-таки завернуть. Работа очень большая и даже вот здесь еще будет бисер, вот так вот вниз, то есть она еще будет больше. Ну и вот что у меня получается. Отшила я полностью плащ. Очень много используется в работе золотой ниточки. Ниточка это ДМС-284, вот такая. Очень боюсь, что мне ее не хватит. И я, чтобы подстраховаться, заказала еще одну катушечку, потому что пыталась я найти аналог этих ниточек. Вот попробовала диамант номер 3852. Они вроде бы похожи, но когда я попробовала прошить диамантом... Вот у меня здесь есть небольшой кусочек. Плохо у меня фокусируется. Ну, в общем, он не дает такого блеска, как ниточка вот эта, вот 284. Еще на форумах я прочитала, что можно эту ниточку заменить ниточкой Ray-Band Gallery PB01. Я эту ниточку тоже заказала, хочу провести сравнение. Ну, в общем, пока у меня есть, но, боюсь, не хватит. Бисера у меня уже пошло по второй коробочке, вот такого номера 330. Не хочет фокусироваться, все блестит, девочки. Ничего не фокусируется, просто блеск неимоверный от этой работы. Номер 330, вторая пошла коробочка. И уже начала я вот такой номер 275. Очень красивый цвет, он такой розово-хрустальный переливается. Он розовый, но переливается такими голубыми, сиреневыми оттенками. Просто оно потрясающе. И заканчивается у меня вот такая катушечка-криника. Это 0,27. Осталось совсем немножко, но у меня есть еще одна катушечка. Я сразу знала, что их нужно две. Так, ну и давайте немножечко пройдемся по юбочке. Красивая проработка. Очень все красиво подобрано. Вот этот вот бисер, 275-й, в сочетании с голубой ниточкой, к сожалению, не передает камера. Но в жизни это настолько блестит. Хрустальный такой перелив. И, кстати сказать, вот этот 275-й номер, вторую коробочку я открыла, она намного лучше по качеству, чем была у меня первая коробочка. Очень много откалибровалось у меня этого бисера с первой коробочки. Не проходила в ушко иголочка. А со второй коробочки такого у меня нет. То есть бисер весь проходит. И, кстати сказать, вот этот вот номер тоже, начала я вторую коробочку, и получается он ровнее, чем вот в первой коробочке был, лучше по качеству. Я думаю, может быть, я даже с этой коробочки перешью этот шар этим бисером. Все очень так красиво. Темный цвет, синие ниточки, есть пробелы. Но это все-таки 28-й каунт, а вышивается в две ниточки. Я надеюсь, что после стирки он выровняется. Хотя, в общем-то, меня это не смущает, потому что на камеру это больше видно. Если не смотреть через камеру, то не сильно видны вот эти вот просветы. И получается плащ такой невесомый. Посмотрите, сколько золотой нитки идет. И в работе она не очень хорошая. Ну, как и все ниточки, в общем-то, металлик ДМС. Ну, по Ангелу, наверное, на сегодня все. Следующий отчет я покажу уже с готовой работой. Но в заключении хочу вам показать свою новую игольничку, которую я пошила. Это вот такая игольничка-книжечка. Это дизайн Лиззи Коте. Купила я вот такой шармик красивый с пчелкой. И закрывается она на вот такую вот прищепочку. Это игольничка-книжечка. Здесь я буду хранить свои иголочки бисерные. Конечно, швея я ищу та, но пытаюсь, учусь. В серединке у меня такой фетр. С обратной стороны лен. Такой вот. И, в общем, вот такая вот красивая книжечка-игольничка у меня получилась. Медовая, пчелиная, красивая такая. Вот. И еще одна оформленная работа. Это мой оберег. Оберег с именем Елена. Я оформила вот в такую подушечку. Я вам показывала, как я ее вышивала, какие изменения я делала в этом обереге. И вот результат уже готовой, оформленной моей работы. Также оформила я свое денежное дерево. Кто подписан на меня в инстаграм, они уже видели. Я оформила давно эту работу, но видео я вам не показывала. Оформляла я сама. Рамку я заказывала в багетной мастерской. А натяжку делала сама. Как-то я побоялась отдать эту работу на натяжку, потому что вот эти вот бантики, они бумажные, чтобы мне не повредили. Поэтому вот такой багет. Тоже он такой зеленый с патиной. И, мне кажется, очень хорошо сочетается. Ну, а на сегодня все. Асенька передает всем привет. Машет хвостиком. До новых встреч!